Добрый день, друзья! Кто смотрит мой канал, тот помнит, что я неоднократно говорил о том, что рано или поздно вся правда о Майдане все равно будет раскрыта. Может быть не все сразу, может быть небольшими частями, небольшими эпизодами, но рано или поздно мы все равно узнаем всю правду и об организаторах Майдана, и о тех, кто находился, так сказать, в тени, и о прямых участниках. И вот что говорит по этому поводу Дмитрий Гордон. Майдан на самом деле был внутри олигархическими разборками наших украинских олигархов. Они сходились между собой, кто какой пост займет, и в результате избиения студентов, это все были подставы. И отрезанное ухо Булатова, и избиение Черновол, это все были подставы. Да, безусловно, сейчас все понимают, что это были подставы. Но эти подставы готовили те, кто сейчас находится у власти. И поэтому многие сейчас об этом говорят очень неохотно. И мне будет интересно наблюдать, когда вскроется вся правда, что будут говорить об этом непосредственные организаторы этого действия. И как будут вести себя те, кого использовали на Майдане с целью различных провокаций. Я здесь имею в виду не простых людей, а таких персонажей, как допустим Дмитрий Булатов. Ухо отрезали, лицо порезали, на теле живого места нет. Вы помните, конечно же, историю якобы с похищением, избиением, продырявливанием рук, отрезанием уха у этого Булатова. Просто тогда нужно было постоянно нагнетать обстановку на Майдане. Нужно было показать всему миру зверство тогдашней власти. А Булатова тогда просто-напросто определили в роль жертвы. Тогда Булатова проведывал сам Порошенко, и вот что тогда он говорил. Под глазами очень большие сенси, которые свидетельствуют, как сказал лекарь, про важную ступень струса мозга, пробитые руки. Есть много травм, много следов от катываний. Как потом выяснилось, все это было враньем. Никаких пробитых рук не было и в помине. Все это был очень хорошо разыгранный спектакль. И очень многих людей тогда возмутило вот это заявление Порошенко. Активист автомайдана Дмитрий Булатов будет вывезен в воскресенье на лечение в одну из европейских стран. По словам народного депутата Петра Порошенко, это стало результатом договоренности в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. «Завтра его могут арестовать, бросить в камеру, что невозможно при его состоянии здоровья. Завтра мы эвакуируем Дмитрия из страны в одну из стран ЕС для оказания квалифицированной медицинской помощи», заявил Порошенко. Уже тогда простые люди в Украине возмущались. Как же так? В Украине полно больных людей, которым срочно требуется лечение за границей. Об этом говорят каждый день в новостях. А Порошенко быстренько отправляет на лечение за границу какого-то Булатова. Многие тогда прекрасно понимали, что избиение Булатова и отрезание его уха – это просто фейк. И Порошенко просто-напросто прячет концы, чтобы этот фейк не смогли разоблачить. Ну а в знак благодарности за участие в этом спектакле по одурманиванию украинского народа, после захвата власти командой Порошенко в 2014 году, министр молодежи и спорта был назначен мелкий клерк из станции техобслуживания автомобилей, в прошлом директор ночного клуба «Аль Капоне» Дмитрий Булатов, который вскоре стал символом революции гидности. И я никогда не забуду позор этого горе-министра спорта, когда на одном из спортивных мероприятий, проводимых в Киеве, он и мэр Киева Виталий Кличко должны были принять участие в забеге и пробежать дистанцию 800 метров. И этот жирный кабан Дмитрий Булатов пробежал 300 метров, запыхался, захекался, остановился, развернулся и пошел пешком обратно. А Виталий Кличко продолжил забег один. Ну и вскоре его, естественно, освободили от должности министра спорта. Люди от спорта были до предела возмущены тупостью и непрофессионализмом Булатова. Для многих людей, всю свою жизнь, связанных со спортом, не могло дойти, как можно было назначить на такую должность человека, который абсолютно ничего не понимает в спорте. Ну а затем его якобы отправили показательно служить вооруженные силы Украины. Ну а сейчас? А сейчас у Булатова все нормально. И руки в порядке, и на ухе никаких следов не осталось. Да и сам он чувствует себя довольно-таки неплохо, выставляя на показ вот такие вот фотки и давая всем понять, что жизнь удалась. Но что касается избиения Тани Черновол, то здесь проходило все по похожему сценарию. Заявление об избиении, ужасающие фотографии, искоропостижное выздоровление после окончания Майдана. И сразу же назначение на высокую должность после прихода к власти Порошенко, Пашинского и команды. Ну в общем-то тот же сценарий, что и у Булатова. Она в 2014 году была назначена на высокую должность правительственного полновоченного по делам антикоррупционной политики. Но очень быстро была освобождена от занимаемой должности и подалась в народные депутаты. И вот сейчас, прекрасно понимая, что ее депутатский термин близится к концу, а шансов зайти в Верховную Раду у Татьяны Черновол практически нет, поскольку рейтинг Народного фронта находится ниже Плинтуса, она прекрасно понимает, что могут всплыть очень неприглядные факты ее деятельности. Я не буду сейчас повторяться, я просто вставлю один из отрывочков из своих прошлых видео, чтобы кое-что вам напомнить. Сегодня давал показания бывший руководитель службы охраны резиденции Межигорья Анатолий Кобылинский. Так вот, он заявил, что в ночь с 22 на 23 февраля 2014 года здание Хонка, в котором проживал Виктор Янукович, было ограблено мародерами в первый раз. Хочу сделать уточнение. Под словом «мародеры» подразумеваются участники Майдана. Ночью было проникновение в этот дом. Сейчас это народный депутат Татьяна Черновол. Она прибыла с группой вооруженных лиц в Межигорье и ушла с рюкзаком. 25 числа в здание уже проникли основательно, заявил свидетель. По его словам, в то время он обращался к представителям милиции, но они не советовали ему что-либо делать. В то время ситуация была такая, что они сами не знали, что делать, заявил он. То есть что получается? А получается то, что народный депутат Украины Татьяна Черновол самый обыкновенный мародер? Не знаю как вы, а я лично представляю вот эту картину. Как бегающая по комнатам, где жил Янукович, Татьяна Черновол запихивает в рюкзак самые ценные вещи. Очень мерзкая картина получается. По-моему, Черновол это и есть лицо нынешней власти. Ведь и Таня, и ее босс Пашинский и сейчас продолжают грабить нашу страну. И в связи с этим мне вспомнился еще один очень характерный эпизод, о котором не очень любят распространяться журналисты, а попросту говоря, который просто замалчивается. Замалчивается, естественно, по указанию нынешней власти. В Киеве горел штаб партии регионов. Два человека погибли. 15 человек спасателей эвакуировали с крыши здания. О возгорании пожарным стало известно после полудня. Однако добраться оперативно на место происшествия они не смогли. Дорогу переградили радикально настроенные активисты. Они угрожали спасателям, грозили даже поджечь транспорт. После долгих переговоров на улице Жилковичной к месту возгорания добрались 4 подразделения. Еще 3, которые ехали со стороны Кловского спуска, вернулись часть. Протестующие их не пропустили. В следствии задержки огонь успел охватить подвал 1-й и 2-й этажи здания на улице Ливской. Еще с утра его штурмовали активисты Майдана. Работники офиса пытались самостоятельно защитить помещение. Однако у них не получилось. По предварительным данным, именно радикально настроенные активисты подожгли здание. Когда вышел демонстрантом мужчина и попросился как переговорщик, сказал, что там женщины, давайте выведем женщин, они его пропросту убили. А теперь я хочу зачитать то, что ранее слышал непосредственно от участников Майдана. Но о чем, естественно, замалчивают представители нынешней власти. Вот что написал Андрей Майборода, помощник народного депутата Украины. Так называемые мирные митингувальники начали срывать с девушек и женщин золотые украшения и бить и отбирать личные вещи у людей. Имеется в виду портфели и телефоны, все, что было, документы и так далее. Те, кто не отдавали, их били по голове. И одного нашего коллегу, который не отдавал документы, они избили и забрали на 6 часов коту ваты. И как ни странно, в этом активное участие принимала Татьяна Черновол. В штурме офиса партии регионов в Киеве на улице Липской участвовала журналистка Татьяна Черновол, пишет коммерсант Украины. Все силы милиции были сосредоточены вокруг Верховной Рады, и этим не применула воспользоваться группа активистов с участием Татьяны Черновол, выбрав целью своей атаки центральный офис партии регионов на улице Липской. Напомним, вчера в центре Киева митингующие против власти захватили офис партии регионов на улице Липской. Нападавшие взломали защиту на нескольких окнах, затем на офисном гараже. Внутрь полетела дымовая шашка, а за ней бутылка с зажигательной смесью. Из здания выбежали и сотрудники, и охрана партийного офиса. Но нападавшие были к этому готовы. Следует также обратить внимание, что из сгоревшего офиса партии регионов, кроме партийной документации, была выкрадена довольно крупная сумма денег. Ну а сейчас я еще раз хочу обратиться к показаниям на суде бывшего начальника охраны резиденции Межигорье. 25 числа Межигорье уже было захвачено. В то время я обращался к руководителю местного управления, но ответа уже не получил. Перечень имущества похищенного с территории я не могу сейчас назвать. Все имущество, которое оставалось, в течение четырех дней оттуда выезжало колоннами машин. Добавил он. Вот так и получается, что те, кто пришли к власти, они пришли с лозунгом «Граб награбленное». И зная о своих похождениях и прекрасно понимая, что за все свои поступки рано или поздно придется отвечать, Таня Черновол делает финт ушами. Пару недель тому назад она заявила, вдумайтесь только, что, будучи народным депутатом Украины, прошла обучение в Национальном университете обороны имени Черняковского по специальности артиллерист и получила звание младшего лейтенанта. Многие тогда подумали, что, наверное, у Тани с головой что-то не в порядке, что это очередная хохма. Но нет. Я думаю, что это своего рода страховка в случае изменения власти. А вдруг и она, и ее босс Пашинский окажутся не в власти, и на них начнутся гонения. Вот она и готовит тылы для этого. Если она почувствует, что ей смогут предъявить какие-то обвинения, то она на недельку-две чухнет служить родине, говоря всем, не трогайте меня, я исполняю свой воинский долг. И если даже к ней возникнут какие-то претензии, то у нее в любой момент будет хорошая отмазка. Я сейчас защищаю родину. А претензий к ней, как вы сами понимаете, может быть очень много. Ну и в заключении, ребята, монолог о Майдане Дмитрия Гордона, с которым лично я, в принципе, полностью согласен. Мне очень стыдно за мою страну, за мое государство, которое в течение четырех лет не удосужилось назвать, кто это сделал. Четыре года прошло, и ни одна собака в стране, ни один государственный муж не нашелся, который бы сказал. В эти дни людей убивали такие-то, 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 по приказу таких-то, таких-то, таких-то. А на этом, друзья, у меня сегодня все. Думайте, подписывайтесь на мой канал. Все самое интересное еще впереди. Пока-пока.